Здравствуйте! Давайте сегодня рассмотрим сам процесс покупки в этом интернет-магазине Таня Дио. Поступает много вопросов. Расскажите, как покупать, как правильно заполнять, что писать, как оплачивать, ну и так далее. Вопросов много. Лучше покажите видео. Я решил сделать кратенькое видео, такое небольшое. Давайте с вами приступим к этому процессу. Ну, рассмотрим. Итак, выбрав товар, необходимый товар, который вы хотите купить, то есть, убираем посылочку из того товара, который мы хотим. Кто где? Я, допустим, с новинок, спецпредложений кто-то. Спецпредложения, здесь очень много товара, очень много товара, который уже имеет скидку. Не уценен, а именно скидку. То есть, где-то он 3-4 полгода уже этот товар лежит. То есть, товара очень много. На него делается скидка. Вот скидочка довольно-таки большая. Может доходить до 20% и даже до 50% некоторый товар. Вот поэтому можно отсюда брать. Но я предпочитаю вот с новинок. Все-таки в новинках это тот товар, который только что пришел. Он новенький, его много этого товара. То есть, если заказываешь какой-то формы или, допустим, цвета, то тебе именно высылают. Так как его много, то есть, есть выбор. Но это, так сказать, мое мнение. На самом деле, они высылают то, что ты напишешь. Китайцы с этим делом очень строго. Ну, давайте, допустим, вот какой товар. Вот этот, что ли, положим. Корзиночку. Итак, нажимаем на товар. Его смотрим, этот товар. Вот здесь описание отдается этого товара, который мы хотим купить. Смотрим, сразу же обращаем внимание, вот здесь, прежде чем положить корзинку. На складе. Значит, есть товар, есть на складе. Если нет, то красным будет написано, что товар закончился. Вот, если есть на складе, вот написано, товар есть на складе. Все. Тогда, если он нам подходит, все, нажимаем в корзинку, уложим его в корзинку, указываем цвет, red или silver. То есть, они, да, вам дают выбор. Вот. Ну, пускай silver это будет. И добавить корзинку. То есть, серебристый или... Итак, у нас вот, ну, я немножко здесь добавил кое-какой товар еще до этого. Вот. Поэтому, чтобы не задержаться на этом. Итак, вот мы добавили вот много товара, допустим, собираем посылку. Вот из много, из нескольких видов товара. Итак, вот такая у нас посылочка. Сразу же мы видим, да. Если какой-то товар не нужен, можно будет его удалить. Вот. Итак, вот мы собрали посылку на общую сумму 223 доллара. Все это примерно я собираю для того, чтобы вам показать. Вот. Не забывайте, что у нас в России можно товар собрать, посылку на 1000 евро через границу разрешено, да. А потом дальше уже идет, будешь платить налог. Придет письмо счастья с налогом и так далее. Вот. На Украине не забывайте, кто на Украине живет. У вас 200 евро всего-навсего. Ну, и даже этой суммы 200 евро, да, почти 150 долларов вам... 250 долларов, извиняюсь, вам вполне достаточно набрать здесь любого товара купить. Вот. Ну, опять же, бесплатная посылка, не забудьте, у нас до двух килограмм. До двух килограмм. Бесплатная. Потом за каждый килограмм идет доплата. Опять же, за это переживать сильно не надо. Доплата очень маленькая, минимальная, буквально несколько, там, 2-3 долларов всего за килограмм. Поэтому смело забирайте посылку. Можете, так сказать, собирать и на 3, и на 4, и на 5 килограмм. Все дойдет, все доходит. Я уже с этим сталкивался, поэтому я говорю так смело. Когда посылку собрали, вот такую сумму мы видим, да, мы можем сразу же перейти к оплате через PayPal, да, PayPal, или вот можно оплатить картой Visa, MasterCard и так далее. Вот. Ну, а если вы зарегистрированы, и вы уже работаете на этом сайте, да, или начали работать на этом сайте, то, конечно, у вас какие-то пойдут скидки, что-то вам нужно это сам. Поэтому не надо сюда ничего нажимать, на это обращать внимание. Сразу же нажимаем «Оформить заказ». У нас открывается вот такая страничка. Эта страничка открывается перед нами, и мы здесь видим информацию об оплате, способы оплаты. Пожалуйста, выберите способ оплаты для данного заказа. Выбираем. Можно оплатить PayPal, да, WebMoney, Яндекс.Деньги, SwesterUnion можно оплатить, так далее. Киви кошелёк. Очень многие оплачивают Киви кошелёк. Вот. То есть, покупают эту карточку, она на год, по-моему, продаётся. Туда можно положить деньги, определённую сумму, и с неё оплачивать. Выбирают оплату через PayPal всегда. Да, то есть, у неё есть электронные деньги, там деньги лежат. То есть, я к нему PayPal, к этому электронному счёту, закрепил свою карточку, пластиковую визу. Именно долларовую очень удобно. Именно надо долларовую закреплять, чтобы обменов не происходило, потому что обмены у них немножко дорогие, процент большой они берут. Поэтому лучше долларовую карту к нему подцепить, к палке, к этой, да, и всё. И, так сказать, вам будет потом легче всё это дело оплачивать, оформлять. Ну, к примеру, пусть будет PayPal, да, у нас на сегодня. Или WebMoney. То же самое. Я с WebMoney очень много заказывал в последнее время через WebMoney. Тоже платёж проходит очень быстро, хорошо, очень удобно. Там тоже и рублёвый, и есть счёт, валютный счёт. Тоже очень удобно через WebMoney. Бросил с любой карточки на WebMoney. Сейчас идёт, можно с любой пластиковой карточки на WebMoney бросить. Я имею в виду в интернете чрезвопенный пункт. На долларовый счёт. И также оплатить Яндекс деньгами. Вот эти вот три основные и Kiwi ещё четыре вот способа. Это очень подходит к России, к Украине и так далее, странам СНГ. Итак, что дальше у нас? Адрес доставки. Такой же, как и адрес PayPal. Если вы будете PayPal оформлять, то там будет адрес доставки свой. Но есть ещё адрес доставки у вас. Допустим, вот в WebMoney, да, переключим в WebMoney. Вот здесь как раз может идти, допустим, на WebMoney уже будет высвечиваться там адрес. Тот, который вы указали, опять же, при регистрации. То есть, ваш адрес на русском языке. Пишите всё на русском языке. Индекс, адрес свой, фамилия и так далее. Вот. По ссылочке все доходят. Китайцы всё пишут и на русском, и на английском языке. Всё у них есть. Почта всё понимает и так далее. Итак, адрес доставки. Всё понятно с адресом доставки. Если вы хотите другой адрес доставки, то при регистрации у себя заходите в мой профиль. Пишите в своём профиле, там можно указать 5 адресов доставки. То есть, меняете адреса доставки, те, которые вы хотите, куда вы хотите отправить. Разрешено 5 адресов доставки у них есть. То есть, можно указать. Когда посылочку будете оформлять, то любой адрес доставки, ну допустим, вы не себе, а другу оформляете. То есть, укажите его адрес доставки. Пишите его адрес доставки. Оплачиваете вы, пожалуйста, платите. А адрес доставки можете указать своего друга, тёще, любимой девушке и так далее. То есть, кого угодно. Пошли дальше. Способ доставки. Итак, способ доставки. Зарегистрировано воздушное письмо. Это и есть бесплатный способ доставки. Воздушное судно. Вот здесь есть для России, вот сразу же показан способ доставки. Два способа доставки. Это бесплатно зарегистрировано воздушное письмо, да, воздушное судно, письмо и так далее. То есть, обычная посылка бесплатная, которая до двух килограмм у нас. Она обычно идёт 15-25 дней. Да, действительно такие есть. В Украину, допустим, приходят и за 15 дней эти бесплатные посылки, что я знаю. А в России немножко подольше. Может, территория такая большая. Ну, 25-30-35 дней идёт посылка. Но всё доходит. Посылки все доходят. И можно сделать платную посылочку. Поставить точку не на бесплатном способе доставки, а на платном. ЕМС, да, посылка. Вот. Эта посылочка, вот она, поставили точку. Вот она. Эта посылка будет стоить уже 23 доллара. Дойдёт она за неделю или за полторы недели. Ну, обычно в России до двух недель. Я заказывал планшет через эту почту. У меня пришло 15 дней. Где-то 16-17 дней шла эта посылка. Ну, дошла. Зато принесли прямо мне её домой. Постучали в дверь и открыли. Я забрал планшет, расписался. До свидания. Вот. И за этой посылочкой, которая бесплатная, к вам придёт извещение с почтой. То, которую вы почту укажете. Индекс. На ту почту и придёт. Вот. Придёт. Посылка придёт на эту почту. Принесут вам извещение. Вы по этому извещению. Вы не забудьте с собой взять паспорт. Возьмите паспорт. Пойдёте на эту почту. И заполните это извещение. И получите вашу посылку. Вот и вся разница. Дальше пошли. Значит, что у нас? Предпочтение доставки. Отправить товары, которые на складе впервые. Да. Это всегда точка. Это стоит. Так и пишите. Купончик. У них есть. Купон. Промо-код. Укажите промо-код. Промо-код. Естественно, что если у вас, когда вы при регистрации, вам бесплатно придёт два промо-кода. Если у вас заказ на сумму 100 долларов. И если у вас заказ на сумму 200 долларов. Да. Или выше 200 долларов. Первый будет скидочка у вас, по-моему, сейчас не помню. 6 или 10 процентов. До 100 долларов, если у вас посылка. А вторая, если посылка у вас до 200 долларов и выше. Там, по-моему, скидка 15 долларов. Не проценты. Там в долларах скидка. Но есть скидка и в процентах. Где можно найти ещё этот промо-код? Можно найти... Вот я вам такой вот сайтик дам. Вот такой вот сайтик. Usk.ru Да. Вот здесь, на этом сайте есть купоны. Видите, написано купоны. Нажимаем купоны. Ищем свой магазинчик. Китайский магазин. Сейчас идёт загрузочка странички. Вот. Вот тут тоже, кстати, люди делятся на этом сайте своими товарами, обзорами и так далее. Итак, вот открылась страничка купоны. Мы ищем свой магазин. Вот сколько китайских магазинов. Вот. Все по-разному торгуют. У каждого свой почерк. В данном случае мы рассматриваем Тайна Дил. Да. И вот нажимаем свой магазин. И вот здесь можно найти купоны. То есть... Вот видите, как купоны рассматриваются. Скидки 14. Опять долларов, как я говорил, на заказ от 200 долларов. Да. Если у вас там на 203 доллара, мы можем взять вот этот купончик. Да. Вот этот вот купон, к примеру. Вот так вот я сейчас возьму. Просто давайте посмотрим наглядно. Он действует до 25 июня 2013 года. Это просто ребята своими купонами делятся на этом сайте. Вот. MySky.ru На этом сайте. Выкладывают свои купоны. Этот купон, я знаю, по-моему, на 3 месяца всего-навсего. Если у него уже не набрал такую посылку на 200 долларов. Он просто свой купон дарит кому-то. Пускай кто-то воспользуется этим купоном. При этом купоном можно воспользоваться этим не одному человеку, а нескольким. И так далее. То есть, здесь в этом плане ограничений нету. Ну вот, допустим, мы взяли, да, на этом сайте. Возвращаемся к себе. Пишем сюда промокод. Вставляем его, да. Вставляем его. Применить промокод. Пишем. Что, а, срок действия этого купона уже истек. То есть, понятно, старенький какой-то купон дали. Ну, ладно, не будем мы. Вы поняли, да. Смысл понятный. Что заходим на этот сайт. Либо, если на этот сайт вы не хотите, то есть, на этом сайте ничего не нашли. Вы ищите, можно найти через Google, через Яндекс, через поисковики. То есть, пишите, да. Купоны. Магазина. Тайна дел. Дальше нажимаете и ищите, и высыпается там целая куча сайтов, где можно эти купоны посмотреть или найти. Вот. Поищите. Посылка никуда не денется. Она 24 часа, вот как вы ее собрали, она будет у вас 24 часа висеть. Вот так вот. За это время вы найдете и купоны, и все, что вам надо. Дальше идем. Дальше идем. Очки. Обменять. Видите, написано. Следующее. Обменять очки. У меня на сегодняшний день всего 18 баллов я набрал. 18 с половиной баллов я набрал. Эти баллы набираешь сам, с чего набираешь. Обзоры пишешь. Кстати, вот эти видео обзоры, которые вы смотрите, да, у меня на сайте. На YouTube. За этот обзорчик всего-навсего платят 20 центов китайцы. Здесь много не заработаешь. Не думайте, что тут вот обзоры, кто-то делает обзоры, он такие деньги делает. Никакого оборота здесь нет. Вот видите, сколько у меня на сегодня. Вот за месяц собрал 18 баллов. То есть там. А где-то какие-то обзорчики там понаписал где-то в других сайтах. Мне немножко дали баллов. Вот. За посылочку дают столько баллов, сколько стоит эта посылка. Но это баллы. И потом все это надо будет разделить на 10 или на 100. На 10, по-моему, или на 100 даже. Вот это будет все в долларах у вас. То есть понятно, да. То есть 2 балла – это 0,2 цента. То есть 0,2 доллара – это 20 центов. Ну и так далее. Но это отдельный разговор. Итак, если вы хотите обменять, мало того, что вы очки обменяли, купоны, да, купоны, вот, промо-код вписали, вы еще можете обменять свои очки, свои баллы, которые набрали. То есть сюда. И все это будет, и вся эта сумма вы потом конечную сумму увидите. То есть мы сейчас, видите, ничего не обменяли, ничего у нас получилась сумма. 223 доллара так и осталось. Если мы обменяли, допустим, ну, скидка, представляете, 14 долларов, да, вот первый промо-код, который мы меняли. Вот отнимите 223, да, минус 14 долларов. Вот. Или, допустим, найдете промо-код, который процентов, там, 10 процентов. Вот скидка будет 10 процентов, но обычно 6-8 процентов. 10 я тоже видел, но редко бывает. А вот 6 процентов и 8 процентов есть. Вот скидочку с 223 8 процентов, то есть 16-17, около 20 долларов скидка. Вот. Плюс ваши очки, если вы набрали 100 очков, да, то есть 10 долларов еще скидка и так далее. То есть здесь сумма потом, в конце концов, здесь сумма выпадает уже та со всеми вычетами. То есть ваша последняя сумма, допустим, там уже будет у вас 190 долларов вместе с 200 щенка и так далее. И так все. Дальше еще вот есть, идем дальше, значит, что дальше у нас по этому крестики у нас, да, нажимаем. Добавьте ниже ваши пожелания по доставке. Нажимаем еще один крестик. Вот здесь у нас раскрывается вот такая вот, вы можете ввести 120 символов. Можете написать, что вам надо. Пожалуйста, заполните ваши особые требования. Язык, страна на карте, тип. Значит, что вы можете здесь просить? Ну, все, что хотите. Только одно, что русским текстом это будут очень длинные предложения. Они их не понимают и у них никакой переводчик не переводит. Там абракадабра у них идет в переводе в этом. Но когда вы пишете кратко, вот там понимают и англичане, и китайцы, и кто угодно. Они очень хорошо все по-английски разговаривают, разбираются по этому. Пишите, еще раз просто говорю, что пишите кратко. Допустим, что вам надо. Упаковать коробку. Пишите, упакуйте коробку, да. Вот. Не пишите слово посылка. Они не понимают этот предмет. Мы его принимаем как посылка, как предмет. Да, посылка. Вот она. Вот. Они этого не понимают. И у них посылка будет переводиться как просто вот куда-то вот что-то послали. То есть послание куда-то. Поэтому слова посылка нет. Обратите на это внимание. Пишите имена существительные. Вот. Положить мне коробку. Да. Мне опять же не надо никаких. Положить там коробку. Или запаковать коробку. Или туго запаковать. Вот что-то такое пишите. Глагол и имя существительное. Да, допустим. Существительное глагол пишите. Все. Действие. Что вам нужно сделать. Также допустим. Положите там евровилку. Евровилку. Они знают что такое евровилка. Потому что. В Англии используется там. Используется и в Китае. Где-то еще в каких-то странах. Там тройная такая. Вилка толстая. Она у нас не используется. У нас используется двухштырьковая вилка. Вот это евровилка. Они тоже это знают. Можно написать. То есть. Установите русский язык. Точка. В интернете. Можно найти переводчик. Допустим. Вот переводчик Google. Да. Вот пишите здесь. Да. Любое там. Ну. На русском языке. Что я вам говорил. Здесь же будет перевод. И. С этого перевода. Уже на английский. Английский перевод. Уже записывайте. Непосредственно. Вот сюда. Вот пишите. То есть. Заполняйте. Вот это вот поле. Можно заполнить. Можно не заполнять. Как хотите. Можете. Просто передать. Допустим. Спасибо. За посылку. Можете так написать. То есть. Тот человек. Который вам будет укладывать. Продавец. Эту посылку. Конечно. Ему будет приятно. Допустим. Вы там поблагодарили его за это. Он вам. Может быть. Поаккуратнее. Что ли. Это сделает. Уложит. И так далее. Вот. Ну. Это уже на ваше усмотрение. Все. Когда все это написали. Вот сейчас посылочка готова. И дальше идет. Подтверждаем заказ. Нажимаем. Подтвердить заказ. И. Ну. Нажимать я не буду. И дальше. Перед вами. Откроется страничка. Вебмани. Вот. Или PayPal. Да. Куда вы. Через какую. Страничка PayPal. Если вы. Поставите точку. Вебмани. Вебмани. Яндекс деньги. Страничка Яндекс деньги. Откроется. Вот. Дальше. Все. Так. Вводим свое. Ждать. Да. Подтверждаю эту посылку. Там. Будет. Подтверждаете. Да. Все. Нажимаете. Подтвердить. Платеж. И. С PayPal. У вас. С вашего. Списывается. Определенная сумма. Так же. И с Kiwi. Так же. С Вебмани. С Яндекс деньги. Ну. В общем то. И все. Здесь. Можно много чего рассказывать. Время тоже ограничено. Смотреть. Или слушать. Это можно очень долго. Но. Давайте. Наверное. На этом закончим. Вот. Если какие то вопросы будут. Пишите мне в личку. Там же на YouTube. Можно написать в личку. Отвечу. Или на сайте. Можно написать. На сайте. Вот. Вот. Есть сайтик. По ссылке. Таня Дарл. Да. С буквой. Е. Точка. Ру. Вот. Есть такой сайтик. Вот. Здесь. Можно тоже посмотреть. Почитать. Вот. Допустим. О магазине. Вот. Здесь одиннадцатый пунктик. Интересный. Как заполнять. Вот. Непосредственно. Вот. Это поле. По желанию. К товару. К товару. К товару. Можно писать и сюда. Есть здесь. Фау. Вопрос. Ответ. Вот. Чат есть. Можно и сюда задавать вопросы. Вот. Ну. В общем. Это. Такой вот. Кратенький ролик. По оформлению. Посылочки. Ну. Все. Спасибо за внимание. В общем. 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 Продолжение следует...